В Астрахань меня пригласили мои знакомые, весьма обеспеченные люди. И состоялся такой интересный разговор, что было ряд каких-то расстройств у женщины. Естественно, она могла себе позволить самые лучшие платные клиники, но толку никакого. И вот узнала о методе Бутыйка и попала вроде как к его племяннику или к какому-то близкому, знакомому самого Константина Павловича. Бутыйка уже нет в живых давно. И все началось с простой, с простых вещей. Это работа с дыханием, увеличение задержки дыхания на выдохе. Так называемая это волевая ликвидация, метод называется волевая ликвидация глубокого дыхания. В чем суть? Суть в том, что человек из-за того, что слишком часто дышит, он вымывает углекислоту из тканей, из клеток. И в результате та концентрация углекислоты, которая должна быть внутри клеток, и которая запускает биологические реакции, то есть активизирует ферменты в клетке. Если ее недостаточная концентрация, то клетка работает вяло. Это все равно, что, как бы сказать, огню не хватает, будем говорить, воздуха, ветра, он чадит. Нечто такое происходит и с клетками. Поэтому это начинает выражаться в разного рода отклонениях в здоровье, в которых уже медицина описывает, как такую болезнь, сякую болезнь. И как только мы просто-напросто с помощью вот этого метода начинаем накапливать необходимую концентрацию углекислоты в клетках, ферменты внутри клеток начинают работать нормально, Клетка становится жизнеспособной, мощной, и естественно, различные недомогания, которые были на этой почве, они проходят сами собой. И для нее это было, можно сказать, таким потрясением. Как так? Бесплатный метод, бесплатный метод дал такие потрясающие результаты. Которые не дало ни одно, ни одно, будем говорить, лекарственное, вернее, медицинское учреждение, ни одни лекарственные средства. То есть, важно здесь понимать суть происходящего в организме, а не пытаться там с помощью какого-то рецепта, лекарства или методии решить это. То есть, важно понимать основополагающие вещи и вот их-то нормализировать. И в данном случае это нормализация углекислоты, ее концентрация внутри клеток. Для этого делается дыхание, просто-напросто задерживается, растягивается, тихо. Я его подробнейшим образом описал в своих книгах. То есть, я даже встречался с его женой, Бутейко, на передаче. И она сказала, что вот из многих авторов, которые описали систему Бутейко, вы наиболее лучше это сделали. Вернемся теперь к другим вещам. Многие говорят, я там мясоед, я там витарианец, я там сыроед и прочее, прочее. И вот, вспоминая другого столпа здорового образа жизни, Караваева Виталия. Он говорит, какие нафиг мясоеды? И там, допустим, жвачные животные. Это все не то. Важно создать внутри клетки соответствующие условия. Вот, как вы это сделаете? Это совершенно иной вопрос. Доброе здоровье. Но здесь нельзя вот так вот думать, что сыроедение, вегетарианство, мясоедение или еще что-то другое. Вот, которое человек, как бы сказать, избирает, не понимая суть происходящего в клетках, что вот это вот повлияет. И когда понимаются вот такие простые основополагающие вещи, то результаты, причем бесплатно, превосходят все ожидания. И вот, как раз вот это вот и было обнаружено моей знакомой при занятиях волевой ликвидации глубокого дыхания по методу бутейка. То есть можно бесплатно помогать себе намного эффективнее, нежели кто-либо это может сделать со стороны. Вот такая вот вторая встреча произошла. И я вот вам объяснил, что есть простые средства, которые решают основополагающие, нормализуют основополагающие процессы внутри организма, а именно на клеточном уровне. И отсюда такие вот интересные результаты. И, кстати, физические упражнения и ходьба также способствуют накоплению углекислоты. Не так, конечно, целенаправленно, как дыхание, где делаются там задержки дыхания. Но, тем не менее, это делается более естественно и вызовет свой результат положительный. Вот это второе, что я вам хотел сказать.